Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы разберем SMV CC64 Viper. Если перевести на русский язык, то будет в принципе все то же самое, кроме Viper, да, до боли всем знакомым, будет переводиться как Гадюка. И уже по названию данного танка понятно то, что ждет нас какой-то не очень хороший расклад и история, в принципе. Так оно и есть, поэтому сегодня разберем, потому что на моем канале пишется ангарная, я не побоюсь этого слова, книга по всем премтанкам 8 уровня. Мы катаем все танки, делаем стримы, делаем видосы, записываем все это в онлайн Excel таблицу, где у нас название танков, фарм, средний фарм за бой, средний урон, ассист. Потом мы ставим от 1 до 5 оценку с подписчиками, потом записываем количество боев, процент побед, какие резервы ставили, расходники, класс техники, все остальное. То есть делаем полный разбор премтанков и все это доступно в онлайне, то есть перейдите ко мне в телеграм, ссылка будет в описании, подпишитесь и там в закрепе у вас будет, в принципе, ссылочка на эту онлайн Excel таблицу. Плюс там проводится еще 100 тысяч голды и ежемесячно разыграются такие у нас розыгрыши бывают, так что все в телеграме. Ну а мы с вами начинаем. И естественно первое, то с чего мы начнем свой расклад, это естественно бронированием данного танка. Наверное никто не будет спорить, что это один из самых бронированных танков на 8 уровне и самая, наверное, бронированная ПТшка. Что у нас здесь есть из интересного? На самом деле, если уж вкратце так рассказывать, то вроде бы с лба не пробивается, но есть плашка 20 мм, которая пробивается абсолютно всеми. И это очень смешно, как так, вроде бы такой жесткий танк, а на самом деле 20 мм под приведенкой 86 пробивается всеми. Но фугас им, признаться честно, в лоб в ВПРе никто не стреляет, потому что, ну, просто не догадываются то, что такие зоны есть. Но вы теперь знаете, так что пользуйтесь. Во-вторых, идем дальше. Такой прямой лист, он 240, под приведенкой, ну, 266 здесь получается. Пробивать его тяжело. Ну, наверное, только на голде какие-то более-менее жесткие аппараты смогут пробивать данный танк. Идем выше дальше. Здесь 250-240. Это можно пробивать, опять-таки, если данная ПТ хотя бы заряжает голду против себя, то пробить сюда в лоб просто, ну, шанс где-то вот около 65, как вы видите. Потому что под приведенкой, под колами 256. Соответственно, Лёва, Е75, ТС, Транвагоны, все остальные будут вас сюда шить 100% и, ну, как бы деваться некуда будет. Будет вас 100% пробивать. Идем выше дальше. И здесь самое крепкое место, 275 мм, но угла наклона практически нет. То есть он чуть ли не промоет, 20 градусов всего лишь. Ну, и получается, приведенка в районе 295, почти, ну, по 300, да, где-то доходит. И есть маска. Ну, маска, без сомнений, бронированная. Здесь нету никаких изъянов. То есть, хотя вот здесь вот что-то мелькнуло где-то. Пробуй это найти. А, вот здесь какой-то рикошет? Нет, нет, это потому что закругление. Нет. То есть маска сама по себе действительно очень жесткая и, ну, пробивает с лба тяжело. Ну, и здесь, соответственно, рикошеты ловят. То есть, если данный танк стоит от УИНчиков, вот, то, ну, что-то сделать с ним действительно тяжело. То есть он везде все закрывает, скрывает и действительно топ. Но, когда он стоит, допустим, лбом и вывыше него, что можно сделать? Здесь башня у нас 40 мм. Соответственно, что это нам дает? По правилам трех калибров. Если калибр больше 120 мм, у нас здесь, ну, к сожалению, не показано, какой калибр. Что-то и сайт в последнее время этот подтраивает. Не показано, какой калибр. К сожалению, ну, я думаю, где-то около 120, если было бы 122 мм, бы пробивалось. То есть, если взять более-менее пушку, у которой будет калибр выше 120 мм. То есть, я не знаю, ну, кто, ну, Чариотир какой-нибудь, да, со своей пушкой. Здесь у него, если взять голдовый, нет, Чариотир здесь не подходит, потому что у него базовые подколы. Все остальное. Вот, если Ягдтигра взять, вот это точно в путь. Он будет 100% пробивать. Даже можно не Ягдтигра брать, можно взять нашего советского и всеми любимого ИСа на 7 уровне. И он будет тоже спокойно, со 100% вероятностью пробивать данную ПТшку. Но это, если только будет вверх попадать, здесь, в принципе, под любыми углами. То есть, пользуйтесь, знайте, если выше 120 мм. 100% разбирайте. Особенно будет эффективно деды себя чувствовать, все остальные. Самое главное попадать сюда. Есть еще вот такая вот кумбашинка интересная, но ее выцелить реально тяжело. Что и с коллижен модели, что и с визуальной. То есть, ориентироваться реально тяжело. То есть, как бы, ну, если у вас нет ни бронепробития, ни калибра выше 120 мм, то, естественно, пытайтесь хотя бы куда-то сюда закинуть. То есть, ну, как бы, ориентироваться там выцелить можно, но вопрос в том, попадет или нет, потому что реально тяжело выцеливать. Что касается танкования ромбом. Как только данный танк начинает доворачивать, его начинает пробивать. То есть, здесь у нас, ну, снаряд все-таки 175 мм. Под колом будет чуть больше, потому что приведенка. Но как только мы возьмем адекватную пушку, давайте какого-нибудь любимого Е-75ТС, которого все обожают, да, на котором все любят играть, он, ну, здесь будет, как бы, делать вещи. То есть, соответственно, 211 и все остальное. То есть, вот так вот данный танк стоит с лба, что может делать Е-75ТС. Может сюда пробить и может в кумбашинке. Все. Крышку башни не пробивает, потому что не хватает. Если данный танк начинает что-то как-то ромбовать, ну, вот сюда пробивается хорошо. Плюс еще сзади есть вот такая вот зона. Она вот, если вы, скажем так, чуть выше, под более благоприятным углом, вы будете пробивать данный танк. Плюс еще о чем свидетельствует вот 30 и 20 мм здесь. Те ребята, которые смотрели мой стрим, помнят, как я выхватывал от арты. На самом деле это так и есть. Если арта будет по вам кидать, да, более-менее грамотная арта, арта, которая понимает то, что крышка башни, крышка корпуса у вас очень слабенькая, вам будет закидывать на фулку. То есть пользуйтесь. Вы вроде бы типа такой бронированный, а на самом деле вас спокойно пробивает. Если взять льготного Дида 6, вот просто берем, где у нас любой, ИС-6 Блэк. Берем льготного Дида 6, бронепробитие 196. Во-первых, сюда пробиваем раз, во-вторых, просто в башню, под любыми углами, под даже самыми лютыми. Он стоит там, что-то как-то пытается от УВН. Да, мы видим маленькую красную зону, если мы попадаем, мы пробиваем. Так что как-то так. Вот такая вот она Випера танкует. Против малокалибрных пушек, очень неплохо. Против ребят, которые не сильно могут пробивать на голде, и против неопытных ребят. Как только вы выдвигаетесь против более-менее грамотного чувака, у которого либо калибр большой, а это любые советские тяжи, либо более-менее с хорошим бронепробитием, типа льва, да там их огромное количество, вас на вас, ну скажем так, камень на камне не оставят. Так что бойтесь, скажем так, даже некоторые восьмые уровни, я уже не говорю за девятки-десятки. Но броня здесь все равно достойная, но не нужно ее переоценивать, потому что многие, когда играют на данном танке, думают то, что да, не, я-то с такой броней-то здесь-то я буду разваливать всех и вся. На деле как бы и нет. Если уж взять меня, вот мы вчера покатали на Випере 15 боев, да, если посмотреть мою статистику, в среднем натанковано 850. Много это или мало? Ну вот здесь вот как подумать. Если взять, ну я не знаю, ну какую ПТшку, какая ПТшка там у меня есть. Ну давайте возьмем какого-нибудь Ягдтигра немецкого, да, 8.8, который отвратительный, там 984. Ну вот к слову о бронировании. Это танкует больше. Хотя на самом деле Ягдтигра, ну и по статистике, вообще среди игроков считается самой худшей ПТшкой. Если взять какую-нибудь КВ-4 КТТС, она танкует больше, почти 1400 на секунду. Если взять Т-103, Т-103 танкует вот плюс-минус столько же, сколько Випера. Поэтому броня Випера, о которой вот так вот, я не знаю, слагают чуть ли не легенды, она на самом деле не всегда будет вас вручать. А после обзора, да, если вы действительно поймете, учтете и приведете к сведению, да, все это и будете на деле это делать, то Випера, конечно, перед вами не будет столь грозным соперником, если у вас будет подходящий танк. Это первое. Второе. Здесь пишется пушка 9 уровня. На самом деле, я не вижу здесь ничего от 9 уровня. Альфа 400, ну как бы окей, средняя. 220 бронепробития на ББ, кого вы хотите удивить, да и плюс ко всему, скорость 975, ну как бы норм, обычная, да. Голдоподкалибр у нас 264 пробивает, это не 9 уровень, у некоторых 9 такое базовое бронепробитие. 104 800, что дорого, то есть заряжаете барабаны с 5 таких снарядов, соответственно, считайте то, что практически 25 тысяч серебра отлетает сразу же. Летает 1150 неплохо, есть еще и фугасы. Их возишь с собой всегда 5 штучек на всякий случай, да, но они тебе не пригождаются. Пробитие 120 действительно хорошее, альфа 515 хорошо, то есть, ну, можно с барабана действительно очень-очень-очень много урона дать, даже дать с фугасов больше, чем может дать фош Б, наверное, на 10 уровне, ну, обычными снарядами, потому что понятное дело, что с фугасами больше. Отвратительное КД, 32 и 32 секунды, да, как бы, но тут все упирается в то оборудование, которое нужно ставить. Вчера я стримил, и я понял то, что я даже видеоролики не буду сильно вам напоминать и говорить, вот такое парни оборудование можно ставить. На данный танк можно ставить все. Мне и закалку советовали, и УМП советовали, и усиленные приводонаводки мне советовали, и турбину мне советовали, и оптику мне советовали, чтобы подсвечивать, и улучшенный прицел мне советовали, и систему повышения мобильности советовали, и компоновку, вообще, вот просто все, вообще абсолютно все советовали, Поэтому на данный танк собирайте, ставьте то, что хотите вы Потому что то оборудование, которое я назову, оно все равно вам не понравится В итоге зрители мне определили следующее Улучшенный прицел, закалка, УМП Вот с этим мы катали Результат, ну, я не могу сказать, что зависел как-то от оборудования Но здесь смотрите, решайте сами Я даже сюда не буду вникать Потому что здесь идеального, наверное, правильного оборудования для данного танка нету Потому что каждый его выбирает абсолютно сам Дальше идем Точность 0.36 это с улучшенным прицелом С инструкцией на прицел Это с боевым братством, с доппайком Отвратительно Там, ну, в принципе, многие будут играть с точностью 0.38 приблизительно Время сведения долгое Стаба отвратительная И все, что у данного танка есть, это минус 10 И все И как для такой, типа, полубашенной ПТ Да, 90 градусов угла Но это все-таки плюс 5 снарядов в барабане КД между ними 6 секунд То есть вы 30 секунд заряжаетесь Еще вам нужно 20, сколько там, 24 секунды Чтобы барабана разрядить Ну, соответственно, минута уходит на то, чтобы раздать барабан Много это или мало, рассуждайте сами Но это максимально неудобно и неэффективно Да, это самый, вроде бы, большой барабан 2000 на уровне Но гораздо проще, я не знаю Какой-нибудь барабан Шкоды, да У вас 20 секунд бам касарь дал 20 секунд другой касарь дал Но здесь, как бы, ну, совсем тяжело на випере И за счет этого барабана, да У тебя нету остальных плюсов Потому что та броня, которую мы описали На деле вы видели, да, какая она на самом деле Сколько мы в среднем танкуем ХП 1300, ну, ставите закалку Там улучшаете полевую модернизацию Выбираете, допустим, дополнительный слот Под живучесть Получаете 1430 ХП Потому что это все-таки полутяж И она ассоциируется и пишется И вообще, как бы, говорится в игре о том То, что это штурмовая ПТ Поэтому, ну, мы, по сути, играем как полутяжик, да У нас, грубо говоря, все тяжа есть Если бы еще и башня вертелась бы взад-вперед То, ну, это 100% тяж Здесь, в принципе, от ПТ немного чего Вот, скорость отвратительная Поэтому многие сюда и прибегают к турбине А если убирать что-то другое Убираешь лучше на прицел, не попадаешь Убираешь у МП Вообще стабилизация, как у КВ-2 Убираешь закалку, без ХП ездишь И вот это целая дилемма, что сюда ставить Если вентиль ты ставишь, то и обзор теряешь Ну, короче, здесь совсем прям плохо И хоть ты на первой, хоть ты на 70-й линии играешь Тебе обзор всегда нужен Это всегда ассист Это всегда какой-то неожиданный подсвет Еще что-то, это всегда плюс По фарму Поэтому здесь просто все нужно И в этом, на самом деле, вся и дилемма Потому что в данном танке нет ничего, кроме, вот, наверное, брони Все Все остальное настолько посредственно, что тебе нужно все исправлять Тебе нужно исправлять обзор Тебе нужно исправлять мобильность Тебе нужно исправлять количество ХП Тебе нужно исправлять точность Тебе нужно исправлять стабилизацию Время сведения На ДПМ ты сильно не повлёшь И вот столько всяких разных проблем и подводных камней Которые существуют у Випера Либо же в простонародье Из перевода с английского на русский В нашем русском языке это будет означать гадюка То, что ну просто голова начнёт болеть Вот просто начнёт болеть голова Я вот так вот сидел и рассуждал Этот танк был в коробках В основном те танки, да, которые у нас появляются так или иначе в коробках А это и БЗ были, это и Шкоды Т-56 были И Проджета были, Е-75 ТС были И 703 двухстволки были И все-все-все-все-все там и импрувы и всё остальное В основном, да, где-то 70-80% это танки годные Они реально одни из самых имбовых Участь Випера немножко была другой Всё-таки этот танк, ну, линчует, да, как бы Он не сильно нужен Хотя, ну, его довольно, в принципе, часто можно встретить в рандоме Но ничего хорошего данного танка не ждите Набивать сумасшедшие цифры в уронах на нём тяжеловато Хотя один из зрителей заходил, говорил, что он почти 8к дал Даже пускай я поверю ему на слово Но, не знаю, вот мы вчера провели, сколько, 15 боёв Если смотреть мою статистику При 80% побед, при 80% побед Мы набили 1670 урона 1670 и 426 ассистов Мы сделали фарма на 51 643 Это при 15 боях, да, плюс 50 у нас резерва было Мы не брали в расчёт ни личные, там, боевые задачи Ни-ни-ни, всё остальное То есть это всё нафиг откидывалось Только чистая вот сера Плюс 50 кредитом были Всё, никакие не клановые резервы Ничего не работало С дешёвой ремкой дупайком За 15 боёв 774 тысячи фарма Плюс 654, ну, короче, получилось 51 643 1670 урона и 426 ассистов То есть в суммарку, в суммарку мы сыграли где-то в 200 Много это или мало, вы можете сказать Вот 200 ракал Приблизительно 200 это, ну, практически 2 отметки Вот думайте Чтобы на данном танке взять 3 отметки Разница, ну, конечно, большая Там 2200, да, и здесь 2800 практически Но, как бы то ни было, Випера занимает четвёртое место с конца среди всех премиумных ПТ Ниже только КВ-4 КТТС, Т-103 и Ягдтигр 8.8 О чём-то нам говорит А это говорит о том, что, в принципе, ПТ на восьмом уровне очень хорошо себя ощущает Потому что у Виперы суммарка-то почти в 2700-2800, а это немало по уровню То есть себя ПТ ощущает хорошо И Туртул, и Канан ДСАУТ-105, и СТРВ, и ИСУХА, и Канан Ягдпанзер, и Скорпионы, и ВАЗики, и ТС-5, и ИКСОРы Всё это выше Туртул занимает четвёртое, ой, не Туртул, а Випера Четвёртое место с конца Вот и думаете, нужен вам ли данный такой танк или нет Я бы его не советовал Фарма у него не было Урона он настреливал очень мало Попадая в замесы с десятыми уровнями, там, броня, не броня На любую броню найдётся голдовый снаряд Абсолютно на любую У тебя должно быть орудие Броня это хорошо, но когда броня без орудия Ну, это как бы такое себе И многие танки могут это подтвердить Да, тот же К2 У него феноменальная броня, но нет орудия Здесь то же самое Поэтому Випера, на мой взгляд, неудачный танк Кто-то его может и любит Окей, я не спорю, не говорю то, что плохие или хорошие аппараты есть Но вот мне говорили, что лучше Випера или ТС-5 ТС-5 на голову выше Поэтому данный танк я не советую Сдавать его там в трейд-ин или нет Это ваше личное дело Всё-таки это и деньги нужно вкладывать и всё остальное Кто я такой, чтобы ими распоряжаться и вам советовать Но мы с подписчиками решили то, что по педибальной системе данный танк заслуживает 3 Это один из худших танков был по фарму Это один из худших танков был по среднему урону А если вот смотреть всю статистику, которую мы делали и не брать в расчёт ЛТ То это самый худший танк был по урону А мы катали, скажем так, и Прима Викторию На которой мы 1900 практически А, нет, Туртул только Только Туртул хуже, но он вот где-то там рядом был Тем более это 80% побед То есть это катки были не сливные Катки не сливные-то были А мы вот так отыгрывали Можно слаться на меня и сказать, что я вот такой вот рак не получается Но после того, как данный танк добавили на постоянную продажу То есть если раньше было больше Отметка, да, там она доходила там 2950 Чуть ли не, 2850 Сейчас стало уже 2750 То есть разница есть И отметка на данном танке падает Поэтому, в общем, я не советую Ну а вам, ребят, если вы хотите посмотреть эту онлайн-эксель-таблицу Самостоятельно пощупать Приходите в Телеграм, подписывайтесь Подписывайтесь и на Телеграм, и на мой канал Ставьте лайк, подписочку, колокольчик Плюс в Телеграме и ссылочка на эту онлайн-эксель-таблицу Подпишитесь, она в закрепе будет Там перейдете, пощупаете, все Плюс мы еще разыгрываем голду И у меня зрители еще решают, какой танк будет следующий На каком танке мы будем в следующий раз катать Тоже в Телеграме делаем опрос На стримах разыгрываем голду и в Телеграме Поэтому как-то так Все, ребят, всем большое спасибо Свипера закончили, двигаемся дальше До новых встреч, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok